доброе утро 15 сентября получил посылку от владимира кучу рука ножи на месяц испытаний сейчас мы их вскрываем и запускаем производство здесь больше у нас ничего нет открываем немножечко так ребята вместо одного ножа мы получили 3 так это у нас так называемый мини манси вот кто желает узнать о его характеристиках можете переходить там к видео к владимиру это классический манси с заточкой вот владимира а вот про третий нож я пока не в курсе это за нож вот это какой-то тоже такой небольшой нож посмотрим как говорится мал золотник да дорог значит по скреб по своим с усеком за усеком и сразу под ножи подобрал 3 нужны значит все все значит было сделано быстро значит что было под рукой здесь разговор будет идти у нас же о тактическом скажем так практическом применении этих ножей они красоте ну в общем ножи одеты готовы к использованию работы будет много работа будет разная вот будет и мясо будет и рыба дай бог так что ждите видео отчета завтра будет жареная рыба несмотря на то что клинок длинный все равно то есть он узкий и длинный я боялся что как там у тебя не очень хорошо вести но есть значит понятие понимание того что мы можем подальше от плавников которые могут руку поранить коротким уже мы можем держать дальше нож и он спокойно справляется со всеми моментами значит тут подрезаем а тут мы отрезаем скрываем а и 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 В общем, по безопасности можно держать нож прямо на край рукояти, дабы не пораниться во плавники. Не откладывая в долгий ящик, сразу приступим. С чего утро начинается? Конечно же, начинается утро у нас, с завтрака. Будем сразу посмотреть, как ножи будут у нас резать. Понятное дело, что это не кухонник, уже палец сразу я обрезал себе, сразу обрезал палец. Нож прям по длине четко хватает. Я вот единственное смотрю, что этот нож сделан по спускам, под левшую линзу, потому что линза сделана с правой стороны ножа. Сейчас его будет уводить мне, вот я правша, под эту сторону. Поэтому, скорее всего, получил я сразу травму. немножко, немножко уводит, конечно, вот. Единственный момент, что длина замечательная, то есть позволяет делать и кухонную работу. Попробуем мини-манси. Макро манси. По 12 мов, по-моему, на этом клинке. Ой, 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 как он. Как он, ребята, залетает сюда. Как он, ребята, сюда залетает. Ну, по перчику, выше всяких похвал. Выше всяких похвал. И, значит, помидор. Коротко подведем итоги по-быстрому. Значит, понятие хорошего ножа у охотника и рыбака должно прям четко определяться, потому что без хорошего ножа охотник не охотник, рыбак не рыбак. В поисках, значит, ножей наткнулся как-то на видео Владимира, знакомился, потом подписался на его канал. В прошлом году он мне помог немножко с моим приобретением, то есть по заточке. Вот. И я ему скидывал полевые тесты того ножа, который был у меня в прошлом году. Ну, и как-то следил за его творчеством и, соответственно, то есть вот вышел на связь с ним по поводу, значит, кто возьмет тесты на вот этот наш. Нож для меня новый, то есть форма ножа интересная, новая. Значит, сегодня я с ним целый день был. Был на море. Значит, он работал на море несколько раз, ввиду того, что он очень узенький, я перепутал несколько раз, где режущая кромка хотела завязки отрезать, веревочки. То этим, то этим, значит, с концом. Значит, работать будем в природе, потому что вот эти тесты по резке канатов, значит, там строгание рогов, пилки, стекла, рубки гвоздей, то есть, ну, это же, понятное дело, что это чудоцкие тесты, которые, ну, нож, он должен работать в природе. То есть, у меня есть возможность протестировать, именно, то есть, вот, поработать в естественных условиях обитания. Специально никто ломать ножи не будет, вот эти, которые ко мне пришли. Будет использоваться все четко по назначению. Если я буду не уверен где-то в том, что смогу повредить нож, я, соответственно, то есть, есть масса вариантов других, то есть, там, в ходе того, что взять топор, и топором просто там что-то разрубить, там, и все остальное. Нож будет резать, обдирать, чистить, ну, и все, что должен делать нож. Значит, первое впечатление, я уже говорил, линза под левшу, вот, все равно, как бы оно ни было, я не знаю, может быть, с ним привык. Ну, конечно, не кабан, но завтра будет работа для миниманси. Поработали мы многими ножами, многими сталями, вот, и представление о резучести, ну, как бы имеется. Ну, вот, обдирает, ну, недостаточно, то есть, вот так вот, что у него остроты. Что у барсука, что у кабана, то есть, очень, кто знает, жир, жир тупит нож, садит режущую кромку. Почему, допустим, в моем случае, именно по кабану критерий? У кого-то критерий ножа по двум бобрам. Я заинтересовался, почему так? Вот, ну, на самом деле, из личного опыта. Ну, и наблюдение, личный опыт, там, все, в таком смысле. Поросята, они же постоянно ходят где-то по грязи. Вот они ходят по грязи себе там. И вот, когда ты вот это место начинаешь запарывать, у тебя резшая кромка сразу сталкивается с такой микросуспензией в ворсе, которая моментально, то есть, как наждачка, то, допустим, там, она тупит режущую кромку. Это первое. Второе. Значит, если все хорошо будет, даст бог, все-таки мы добудем кабана, и я покажу. Мы обдираем кабанов, именно кабанов, не свиней, не подсвинков, а именно кабанов полностью. У кабана есть так называемый тук, броня. Это то место, где кабан покрывается определенного, значит, определенного состава материи, которая, то есть, схожа по прочности, как пластик, что ли, что-то такое. То есть, какой-то твердый хрящ, что-то вот такое. Почему мы это делаем? Очень многие охотники обдирают кабанов и оставляют вот так называемую тук, эту броню, на шкуре. Но именно кабанов полностью. У кабана есть так называемый тук, броня. Это то место, где кабан покрывается определенного, значит, определенного состава материи, которая, то есть, схожа по прочности, как пластик, что ли, что-то такое. То есть, какой-то твердый хрящ, или что-то вот такое. Почему мы это делаем? Очень многие охотники обдирают кабанов и оставляют вот так называемую тук, эту броню, на шкуре. Но на самом деле это превосходнейший деликатес, который нужно уметь приготовить. После хорошего приготовления, значит, там нужно его со специями. Сейчас на паузу прервемся. Значит, продолжим. После приготовления, это нежнейший продукт питания, вкуснейший. Ой, я прям не знаю. Мы его кушаем всегда с удовольствием. Вот, друзья, кто с города там иногда приезжает, то есть, вот они распробовали. Они улучшили. Мы его просто отваривали. Только его подольше варишь. И он размягчается. И получается, когда он сварится, он очень вкусный, нежный. Сродни вот те, кто из охотников любит обгладывать лыточки. Вот как на лыточках, там вот эти вот все коленные суставчики. Вот так вот, как сказать, желеобразного состояния он получается. А ребята, то есть, у меня друг есть один, он очень такой готовит хорошо, молодец. Ну вот, он в прошлом году, значит, улучшил этот рецепт засолки, маринада и приготовление этого тука. То есть, и вот мы его взяли на вооружение. Вот. И вот, обдирать кабана и снимать этот тук без хорошего, мощного, острого. То есть, там, пользуюсь, там, может быть, какими-то другими ножами, которые быстро вправятся. А именно, то есть, вот эти вот ножи из порошка, то есть, порошковые, мы держим именно на кабанов. Ну, вот такие дела. Значит, пока нож режет, вот, справляется с задачей. Никаких видимых затруднений по тому, что неправильно может быть какая-то там форма. спокойненько, то есть, вот... Её сейчас как-нибудь... Надо вот так вот... По каким-то, то есть, вот, моментам спокойненько, то есть, он... Проходит самым носиком режет. Сохраняется достаточная острота. Пока без проблем, миниманси, прервемся на паузу, перевешиваем баршучка. Да, конечно, уже остроты не хватает. Нужно поправлять, очень много жирка остается, очень много жирка остается на шкурочке, что крайне недопустимо. Ввиду того, что барсук у нас не частый гость, жирок нужно собирать. Все охотники прекрасно знают, что жир барсука, медведя, очень полезен для здоровья. Немножко беру вот этой частью нож. Тут сохранилась такая острота. Вот он... Намного лучше, то есть, работает. Ну, я думаю... Промка, и потом продолжим. Так... Пробежался быстренько на пасти. Все. Совсем другой рез уже начался. Все, и на носики. Все, отлично. Отлично он пошел. Хорошо, прям, прям хорошо начал жирочек отделять от шкурочки, чистенько. Еще прервемся на одну секунду, там цесарка не может зайти в сарай. Так... Продолжаем. Ну, и... Далее будем рассуждать. Мои друзья, вот кто рядом со мной охотятся, они знают эту теорию, что я придерживаюсь все-таки той тактики, что на охоте нужно иметь все-таки два ножа. Ну, кому достаточно одного, то есть, ну, лично, то есть, вот, для моей правы, в моей практике, то есть, достаточно, то есть, ну, не достаточно, а, хорошо бы иметь всегда два ножа. Значит, смотрите, первый, это который... быстро правится, долго держит, ну, относительно долго держит кромку, быстро правится, и второй какой-то, то есть, вот, нож, который должен очень долго сохранять трещущую кромку. Ну, это, опять же, то есть, может быть, какие-то порошки, может быть, вот, еще там какие-то ножи, то есть, ну, не знаю. Почему? Потому что, опять же, иногда бывает, что уходишь два-три дня, где-то там бродишь, вот, а неизвестно, допустим, сколько будет работы этому ножу. Ну, и всем известный факт, что порошковые ножи, они, конечно же, то есть, с учетом их повышенной твердости, они слабенькие на боковую нагрузку. Вот, поэтому... Так, ну, чтобы видно было, что нож работает полностью по разделке всего барсука, немножко вот сейчас дошли до момента, когда можно отрезать голову, лапки, чтобы там не говорили, что он где-то чего-то, куда-то... по суставчику... по суставчику... срезаем голову... и срезаем голову... срезаем голову... и срезаем голову... крещение, будем снимать шубу... Так... Ну, нужно снять шубу... жировую. Барсучка... Снимается она... в предыдущей thrilling... ну, в принципе, все охотники, кто кто занимается добычей зверя, они знают. Прошлогодний барсучок, небольшой, но довольно таки упитанный, отлично идет. Хорошо нож работает, идет, 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 идет. Хочу еще раз, ребята, направить, всего лишь один раз с момента получения я его поправил на пасте только что. Зима-ночь у нас, видать, теплая, что-то барсуки жиру не забирают. Все, где нужно подрезать, где нужно паузу. Ну что, до конца уже добьем нашего барсучка, скажем так. Ах ты лизун, орет лизун. Так, сегодня у нас будет на ужин барсучатина. Что мы будем делать следующим образом. Обычно я делаю так. Да простит меня Владимир. Ну, коль уж мы испытываем ножи. Эх, немножко не хватает ему. Мы же должны его по-всякому испытать. Немножко ему силы не хватает. Я имею ввиду самому клиночку. Ну, это, конечно, поворотки я сейчас все сделал. Ну, дабы мы сейчас до конца испытали, да, насколько режущая кромка у нас останется острая. Ну, как видите, спокойненько разрезает он все это дело. Поэтому фипец не упал. Так, этому дело все отрежем по суставчику. Опередливо, это было клавиатура. Та. Та. Подоб. Та. Вот и все. Ну давайте сейчас после таких варварских методов использования ножа. Будет резать или не будет. Ну ребят, достаточно еще острота по всей длине. Вот только что эти руки, этот клинок, вот пожалуйста. Хоть и говорил, что бумажки резать не буду, на бумажке не будет резать, все таки лежит. Ну и по заявкам телезрителей, все таки мы должны же приготовить тебе ужин. Клинку не хватает ширины, потому что, допустим, вот если он резать режет, нужно продавить, допустим, как я сейчас хотел продавить, какую-то толстую часть. Ну, ему чуть-чуть вот не хватает каких-то моментов. и отправляем сразу в казанок. Переламывает. Переламывает. Не переламывает. Очень жесткий. Работа, ребята, идет по неподготовленному мясу. Вот, пожалуйста. Он режется. И что там? Все на ваших глазах происходит. То есть, все происходит на ваших глазах. Никаких моментов по предварительному сговору не происходит. Так, где у нас еще ребрышки? Вот у нас. Вот еще у нас ребрышки. Не попадаю. Вот он спокойно отрезает. Все-таки, все-таки, я так думаю, что это немножко Владимир у нас просмотрел часть. Вот в этом месте есть небольшая проблема, то есть, с остротой кончика. Поэтому, то есть, вот он слабо прорезает. Лизун с ума сходит. Лизун хочет получить свой кусок. Так, продолжаем тестировать наш мини-манси. Вот чтобы не было предвзятого отношения с моей стороны. Вот даем в другие руки, побольше отрежьте. Дали нож в другие руки. Вот сейчас, после всех наших испытаний по мясу. Будем делать нарезочку. Слушай, считая то, что он как бы лизи толстая, он режет в принципе. Не предвзято отношение эксперта в кухонном деле. Да, да, да. Сейчас палец себе. Аккуратно. Аккуратно, да. От остроты такой. Да, осторожно, осторожно. Потому что он подворачивает сюда. Да, да, да. Подводит, да, ножичек сюда? Это вот за счет вот этого спуска, полукруга, он немножко подворачивает. Можно мясо взять и отрезать пальчиком. В принципе, как-то так. Осторожно, осторожно. Я вас умоляю. Крови боитесь. Нет, за ваш вчерашний поправленный маникюр. Да, реженький. В плане того, что как ощущения по ножам? Ну классно. Удобно. Я думал, что будет неудобно. Обычно при толстом лизине ножа, резать овощ неудобно. А здесь вот пожалуйста очень тоненько, удобненько. классный еще мне нравится то что он очень легкий в руке и удобная ручка интересная вот представляете сколько людей никогда не видели нормальных ножей я тоже такой хочу на свою кухню уже как на в руке вот такие вот отзывы еще раз прокомментируйте помидор режет классно без напряга без усилий пленочку прорезает но вы все видели где как этот нож отработал единственный раз вот его сегодня только что поправил на пасти все и так коротко о главном значит предварительные тесты ножа миниманси мы провели имеет место быть такой геометрии такому ножу нож получился честно говоря рабочий то есть тест основные еще не закончены нож получился рабочий резучий быстро правящийся легкие удобные в обращении то есть ну за исключением там нет некоторых недочетов которые уже озвучиваю выше вот я продолжаю смотрите значит я продолжаю его использовать вот этот нож на протяжении 10 дней он всегда был со мной на море он был всегда то есть я брался мокрой рукой за рукоять значит был он значит рука была грязная вот с рукояткой у нас ничего не случилось с ножом у нас ничего не случилось я его дальше продолжаю использовать бытовых отношениях то есть там ежедневных вот но теперь следующий момент у нас мы переходим следующий момент теста то есть виду того что у нас осталось вот он не 20 надо до отправки мы будем использовать вот этот вот теперь манси и посмотрим что он нам скажет